Добрый день, друзья мои! Вы на канале The New Woman. Сегодня мы рассмотрим, какой должна быть идеальная рубашка для женщины размера плюс. Первые несколько образов выдержаны в черно-белой гамме, как наиболее актуальны. Итак, образ номер один. Тесьма и пуговицы контрастного цвета для вертикали, асимметричный край рубашки для визуального уменьшения объемов. Девушки, то, что понравилось, берем для себя, а то, что не понравилось, просто не замечаем. Например, кожаные брючки. Договорились? Тот же образ, но с добавлением маленькой жилетки из кожи или эко-кожи. Она имеет асимметричный край, вместо выточек рельефные швы и есть кокетливый маленький кармашек на замочке. Жилетка заканчивается, посмотрите, на линии талии. Таким образом, правило третей работает. Одна третующая, две трети ноги. И силуэт вытягивается по вертикали. В двух следующих образах используется традиционный для размера плюс прием двух вертикалей. Это не застегнутые полы жилетов, а между ними вертикальная узкая полоса. Вот в этом образе обратите внимание еще на один интересный прием. Здесь идут полупрозрачные сетчатые вставки, которые, цель, слегка уменьшить драматизм, контраст черного и белого, облегчить образ. Точно так же облегчает его и длина брючек. Они несколько укороченные. Но здесь меньше контраст, здесь серый и белый цвет. Давайте сравним рубашки на одной и той же модели. Первая идет единый монолит, а вторая, посмотрите, имеет горизонтальный шов по линии талии, разбивая образ по правилу третей. И смотрится намного лучше. Женщины размера плюс имеют разные типы сложения. Вот этот образ подойдет для женщин типа яблока. У них, как правило, стройные красивые ножки. Их можно показать. Асимметричный край и валан по краю отвлечет от объема талии. Следующий блок посвящен рубашкам, в которых используются такие приемы, как микс принтов и колоблоки. Цель создать вертикаль и за счет нее вытянуть образ. Для шьющих зрительниц простор для фантазии и утилизация остатков ткани. Если вы впервые на канале The New Woman, подписывайтесь на наш канал. Здесь уже более ста видео. Все они сделаны с огромной любовью к своим зрительницам. Я надеюсь, что много содержат полезной информации, как быть стильной, как преподнести себя наиболее выигрышно. Поставьте лайк, если это видео было для вас полезным. Я не в восторге от следующего образа. Он излишне дамистый. Но и кое-какие есть приемы, на которые надо обратить внимание. Силуэт перевернутый треугольник. Крой по косой. Асимметричный край. И обувь на танкетке. Это компромиссный вариант для женщин размера плюс. Чтобы не выглядеть приземистыми. Но в то же время не страдать в обуви на высоком каблуке. Перед вами расслабленный образ. Брюки широкие и рубашка тоже широкая. Линию талии можно было бы обозначить украшением, которое будет заканчиваться на линии талии. Или длинным шарфом контрастного цвета. Те же самые рекомендации можно дать и по этому образу. Шарф длинный контрастного цвета. Или украшение, кулон, который будет заканчиваться на линии талии или чуть выше. Несколько вариантов использования рубашки в многослойных образах. Первым слоем идет Total White, белый и рубашка сверху. Монна завязывает такие рубашки узлом. У нас были модели, а здесь мы просто видим женщин, обычных блогеров. Не все идеально в их образах, но тем не менее что-то можно для себя взять. Справа мы видим жакет, а не блузка. Но цветовая гамма мне понравилась и я использовала. Еще раз мы видим узел. Здесь женщины не размера плюс, но идея та же самая. Узлом рубашка и Total Look первым слоем. Сейчас вы увидите несколько образов в черно-белой, еще раз повторюсь, актуальной гамме. Но вы можете брать любые другие сочетания цветов. Вот это первая рубашка эффект деграде, то есть переход одного цвета в другой. Асимметричный низ. Это необходимое условие для размера плюс, чтобы эти рубашки смотрели стильно, модно, современно. Color blocking, следующий образ, посмотрите, аппликации. И несмотря на то, что есть горизонтальные линии, образ в целом смотрится очень стильно. И на женщине размера плюс будет не только на модели, будет смотреться очень красиво. Очень хорошо будут смотреться и хорошо скрывать истинные объемы полосатые рубашки, где полоска направлена в разные стороны. Разнообразные варианты. Посмотрите, здесь и горизонталь, и вертикаль. Следующая рубашка точно так же будет выглядеть. Даже еще более сложный вариант будет использоваться. Все это очень хорошо смотрится на женщинах размера плюс. И клетка, и полоска – это актуальные принты, точно так же, как и горошек. Посмотрите, здесь и здесь будет очень интересная спинка. Дамы, те, кто шьет, посмотрите. И даже преднамеренное несовпадение полосок. То есть, как бы вот такой вариант, когда непонятно вообще, какие объемы, что. Все это скрывается разнонаправленными полосками. Здесь та же самая идея, но сам принт уже дает такой эффект. И это скорее блузка или туника. Но мне понравилась сама идея ткань разного размера, гусиная лапка в форме таких вот треугольников. Вот это все те принты, которые рекомендуются дамам размера плюс. Если размер плюс, но пропорции сохранились, и есть выраженная талия, почему бы ее не подчеркнуть поясом? И в этом, в этой рубашке, в этом блузоне интересно то, что в качестве отделки используется ткань с полоской другого цвета. Сочетание синего и зеленого. И манжеты тоже зеленого цвета. Смотрится свежо. Следующие несколько образов – это идея, как скрыть часть вот этого монолита белого цвета. Разными вариантами – жилетами, накидками, палантинами. Вот такой вариант. Не все модели размера плюс. Но для того, чтобы проиллюстрировать идею, иногда приходится идти на компромисс. Потому что не все то, что размера плюс, отвечает моим требованиям для того, чтобы показать вам идею. Поэтому приношу свои извинения тем, кто не увидит всех моделей именно размера плюс. Но зато вы увидите идеи, как можно экспериментировать. Палантины, жилеты. Украшение, которое заканчивается на талии или чуть выше талии. Неровный край, совсем длинный блузон. Очень длинное украшение. В утрированной форме нам вот в этих образах показано, как женщинам размера плюс красиво, стильно, шикарно можно носить рубашки. В любых цветовых сочетаниях – черного и белого актуального, а может быть бежевого и темно-коричневого, цвета горького шоколада или какие-то иные сочетания. Мне очень нравится коричневый, например, со светло-голубым. Смотрится роскошно. И еще варианты. На линии талии может быть драпировка. Посмотрите, линия талии может быть обозначена драпировкой или какими-то узлами. Сейчас мы увидим. Здесь тоже не размер плюс, но идея правильная. И такие сложные рубашки сложного кроя рекомендуются именно женщинам размера плюс. И если мы зайдем на какой-то веб-сайт с высокими ценами для размера плюс, вот там именно такие. Сейчас мы перейдем с вами. Вот такая рубашка дорогая. Видела ее в жизни. Великолепная. Мы с вами находимся на веб-сайте. Я бы сказала, что это лучший веб-сайт для размера плюс. На бабе. Это Великобритания. И смотрим. Вот здесь продается рубашка с узлом. Таким драпировка, узел. Посмотрите. Видите, как линия талии обозначена. Сейчас она стоит 20 фунтов стерлингов. Размеры большие, как вы видите. И те, кто может себе позволить, можете периодически заходить сюда и для того, чтобы посмотреть какие-то идеи. И может быть что-то купить на сейле. Здесь хорошее качество. Всегда очень хорошие отзывы. И я просто знаю тех людей, которые покупают здесь. Здесь тоже драпировка на линии талии. Если вы умеете шить, то можете использовать этот прием. Хороший состав. 60% хлопок. 35% полиамид. И 5% эластан. Это хороший состав. И это хороший веб-сайт. Не так уж много, что есть для размера плюс. И поэтому 27 фунтов стерлингов. И последняя. Демократичная будет цена. Демократичный бренд. Мы с вами сейчас окажемся на веб-сайте H&M. И там продается, сейчас мы увидим, совсем простая белая рубашка. За 19,99 это канадские доллары. Потому что меня всегда автоматически сбрасывает на наш сайт, а не на русский. Поэтому я показываю так. Вы можете на российском сайте это посмотреть. Всегда в комментариях вопросы. Где купить? Ну вот, пожалуйста, цена невысокая. 100% хлопок. Так какой должна быть идеальная рубашка для женщин размера плюс? Надеюсь, я ответила на эти вопросы и про неровный край, и про вертикали. Как преподносить себя для того, чтобы смотреться стильно в таких рубашках. Надеюсь, что этот показ был полезным и приятным. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok